Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус. Сегодня поговорим про... Нет, не клеит. Я так мимо проходил. Сегодня поговорим про электрику. Будем заниматься электрикой 230 вольт с сетевыми напряжениями. Сейчас немножко тут у себя со стола с грибу. Объясню в чём дело. Нужно повесить самый обыкновенный народный звонок. 230 вольт питания. Что-то не написано, какая партия. Дата изготовления апреля 2020 года. Ровно, почти ровно спустя год после его производства будем вешать. Не работает звонок батареечный. Ну, отвратительная фигня. Важно то, что это 230 вольтовый звонок нарисовано. Для чайников схема. Значит, фаза обязательно должна проходить через кнопку. Вот так. То есть, разрывается и звенит. Всё очень просто. Схема классическая. Самая обыкновенная. Как какой-нибудь электромеханический звонок. То есть, нажимаем на кнопку, он верещит. Питается от сети 220 вольт. Но мне необходимо запитать также внешнее освещение. Крыльцо. Необходимо запитать внутреннее освещение. То есть, входная дверь с внутренней стороны на террасе. И необходимо запитать ещё и розетку. Вот. Всё это нужно сделать от двух проводов. Давайте рисовать схему. Для того, чтобы не ошибиться. Просто зачем я, собственно, и записываю это видео? Ну, потому что несколько раз уже вопросы были. Я имею в виду, в оффлайне, скажем так, возникали вопросы. Типа, Лёха, как подключить-то? А то включаю выключатель, да, щёлкаю выключатель. У меня болгарка отключается, свет горит. Вот. Бывает и такое. Или наоборот, ещё интереснее. Нажимаю на болгарку, у меня лампочка сгорается. Как правильно подключать-то? А то я что-то уже того. Ну что, давайте рисовать схему. Значит, у нас есть всего-навсего однопроводная, ну, однофазная сеть. Разумеется, у неё есть фаза и ноль. И ноль. Это у нас, запишем, 230 вольт сетевое напряжение. Она у нас, всё это дело, будет заходить в одну большую, ну, как большую, относительно большую распаечную коробку. Рисую в том числе и для себя, чтобы не ошибиться. Заходят в распаечную коробку. Из распаечной коробки мне необходимо запитать розетку. Нарисуем её так, на розетку. И два выключателя. Давайте их нарисуем классической схемой. Вот как-то так. Первый. Ну и второй. Чуть позже вы увидите, как это выглядит в натуре. Но пока вот так. Два выключателя. Розетка. И необходимо запитать звонок. Давайте его нарисуем каким-нибудь, ну, условно, динамиком. Потому что там динамическая головка и схема классическая трель старинная. Мультивибратор. Вот. Всё это необходимо запитать вот от этих 230 вольт. Значит, что нужно сделать? Во-первых, ноль и фазу необходимо довести до розетки. Следовательно, рисуем. Значит, у нас здесь будет ввод. И 220 вольт нолик должен пройти из коробки, дойти до розетки. Фаза через распаечную коробку также должна дойти до розетки. Итого, у нас здесь нолик и здесь фаза. А розетку мы запитали. Теперь нам необходимо запитать также уличное освещение и внутреннее освещение. Нарисуем их здесь. Первая лампа и вторая лампа. Это две лампы накаливания. Электросхематические символы, если хотите. Для того, чтобы они заработали, нам необходимо подвести к ним фазу и ноль. Но обязательно с размыканием внутри. Также возле этой розетки. Это физически один конструкт. Пластиковый корпус. Вздвоенные выключатели и розетка. Всё в одном корпусе. Очень удобная вещь. Рекомендуем. Так вот. Что нам нужно сделать? Нам необходимо разрывать фазу вот этими выключателями и эту же фазу подать на лампы. То есть, поскольку у нас вот это одна общая конструкция. Вот она так и выглядит. То есть, два выключателя и розетка. Нам можно сделать одну очень простую вещь. Два провода в конструкцию уже зашли. Из неё должны выйти также два провода. Это две разрываемые независимо фазы. Фаза у нас сюда уже заведена. Поэтому мы берём фазу отсюда. Продолжаем по схеме. Запитываем. Первый выключатель. И второй выключатель. Всё. Теперь у нас есть две разрываемые фазы. Это всё один провод. Как он зашёл, так вот можно его на выключатель прикручивать. На выключатель или на розетку. Всё в одну клемму. И всё. Теперь, значит, нам необходимо обратно в распаечную коробку подать первую фазу и вторую фазу, разорванную. И, соответственно, первая фаза уходит на розетку. Это фаза. На лампочку. И вторая фаза также уходит на лампочку. Ну и, разумеется, лампочки должны работать от двухпроводной сети. Ну, то есть, однофазной с нулём. Соответственно, нулевой провод сюда нужно также завести. Поскольку у нас есть распаечная коробка. И здесь смысла ещё один провод тащить нет. То есть, уже четыре провода должны. То есть, ноль фаза питающая и разрываемые фазы выходные. Уже два провода. Здесь будет уложен кабель-канал. Поэтому лишний провод в нём не нужен. Соответственно, мы можем поступить очень простым способом. И сэкономить за одно провода. Это взять ноль, который входит. И напрямую подать его на лампы. Разрывать-то всё равно будем фазу. Соответственно, нам необходимо сделать следующее. Включаемся в ноль. И перешагиваем через эти провода. То есть, здесь контакта электрического нет. И подаём также из распаечной коробки ноль и второй ноль на лампочку. Всё, лампочки у нас запитаны. С дверным звонком система немножко почуднее. Почему? Потому что у нас есть распаечная коробка внутри ноли фазы. А кнопка, которая включает звонок, должна находиться снаружи. То есть, нам необходимо что сделать? Опять же, взять какой-то один общий ноль. Неважно какой. Любой из этих. Ну, то есть, где будет ближе. Но, опять же, ближе всего будет делать клемму здесь. То есть, вот здесь будет установлена клеммная колодка. Которая будет размножать ноль на все необходимые устройства. Прямо в распаечной коробке. Так оно и делается. Ну, зарисуем это каким-нибудь вот таким вот. Каким-нибудь вот таким образом. Это у нас ноль. Он запитывает. Вот ноль. Он запитал у нас сразу звонок. Звонок запитан нулем. Отлично. Теперь необходимо снова взять фазу. Но не просто фазу. А фазу разрывать еще и кнопкой, которая находится снаружи. Кнопка, грубо говоря, тактовая. То есть, без фиксации. Она не постоянно включает. Ну, то есть, понимаете. Пока держишь, контакт есть. Отпускаешь, контакта нет. Поэтому на схеме такие кнопки изображаются следующим образом. То есть, некий поршень и два контакта, которые замыкаются. Нам необходимо взять фазу. Но эта фаза должна быть постоянно присутствующей в обязательном порядке. Постоянно присутствующая фаза должна оставаться на кнопке и выходить на улицу. Для этого нам нужно из распаячной коробки забрать еще один кабель и вывести его наружу. Один провод. Один. Один. Не две жилы, а одну жилу только. Необходимо вывести на улицу. Это тоже должна быть постоянная фаза. То есть, вот эта. Которая подается на все выключатели. Дорисуем ее. Да, где-то здесь будет находиться какая-то колодка. То есть, вот на входе ноли фаза. Тоже клеммная колодка, которая будет размножать все необходимые провода. Соответственно, давайте вот здесь вот это обозначим. Вот идет общая фаза, как она зашла в распаячную коробку. Из распаячной коробки она выходит, выходит. Просто на схеме пересекается. И заходит на кнопку. Выходит на улицу. Нарисуем дверь. Она выходит на улицу через стену. Подходит к кнопке. Из кнопки обратно по этому же проводу. То есть, вот так. Как бы это странно не выглядело. За дверью находится кнопка. Возвращается назад. И уже эта фаза начинает питать звонок. То есть, нажали на кнопку. Ноль фаза. Ток побежал. Звонок звенит. Если что-то непонятно, ну, смотрите еще раз по этапам рисования. Понимаю, что достаточно сложно это, так сказать, изобразить. Ну, давайте попробуем теперь немножечко, немножечко более, так сказать, наглядную схему перерисовать. Вот. У нас зашел ноль. Значит, нам необходимо что сделать? Нам необходимо нулем запитать динамик. Нам необходимо запитать звонок. Нам необходимо запитать одну лампочку. Нам необходимо запитать вторую лампочку. И нам необходимо запитать розетку. Вот. Это ноль. Вот клеммная колодка, которая будет отвечать за нули каждого устройства. То есть, зашли и вышли. Четыре нуля на четыре устройства. И, соответственно, фаза. Фаза. Здесь вот так же как-то будет размножаться. Значит, что происходит у нас? Во-первых, на розетку подаётся фаза. Нарисуем ноль и фаза. Здесь у нас находится один выключатель. Здесь у нас находится второй выключатель. И находится третий выключатель. То есть, это кнопка, выключатель, выключатель, розетка. Всё. Вот вся схема. Просто монтажная схема выглядит немножко пострашнее. Вот и всё. Вся вот эта, весь вот этот монтаж, вот этот, находится в распаечной коробке. Вот этот монтаж находится в, грубо говоря, корпусе розетки с выключателями. А вот этот монтаж будем делать уже непосредственно как снаружи, так и внутри. Вот и всё. Вот вам блок-схема, если хотите. Вот эта распаечная коробка. Вот эта розетка. Ну, а это висящий на проводах звонок. Всё. Приступаем к работе. В данный момент схемотехника реализована следующим образом. 220 вольт. Тут он идёт, идёт, идёт. Там оттуда заходит у меня из коробки напрямую. Вот он. 220 вольт. Идёт, 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 идёт. И вот заходит в ту самую розетку. Можно выключить внутреннее освещение. Там на улице сейчас включился светодиодный прожектор. Маломощный. Ват-20, по-моему. И вот 15-ти или сколько там вольтовая. Ой, 15-ти ватная, наверное, лампочка обычная. Также светодиодная. Вот. И розетка. Очень удобно, что 220 вольт сразу заходит в единый корпус. Но сюда 220 вольт будем подавать уже с разрывом. С разрывом. Вот здесь, где-то в этом месте. Вот видно, да? Тут кабель-каналы были раньше. Вот. Шли-шли-шли-шли-шли. И заходили. Доходили до сюда. Ну, вот так же кабель-канал сюда повесим. Только новый. И до сюда кабель-канал будет доходить. А вот дальше уже будем всё переделывать. Потому что схема дальше уже идёт довольно неудобная. Вот. На улицу выходит питающий кабель. Достаточно толстый. Заменим на тонкий. А вот сигнальный провод для батареечного звонка. Батареечный звонок. Вот. Не берите. Он, сволочь, вот-вот. Вот вам. Типа 5 вольт. Или что там. СВ 08. Светозар. Короче, звонок-дрянь. На самом деле. Он проработал несколько месяцев всего лишь. Замен батареек не помогает. Говно. Говно. Он умер. Внутри ничего кроме динамика ценного нет. Там микросхемка залитая каким-то дебильным компаундом. И вот на улицу выходит отверстие. Вот сюда мы выведем два провода. Но обо всём по порядку. Сейчас будем монтировать коробку. Этот процесс не интересен никому. Но непосредственно с электрикой покажу как, чего и где. Да. Вот так вот теперь приходится работать. Значит, вот она. Повешена клеммная колодочка на фазу и на нолик. Удостоверимся. Вот сейчас всё. Слышите, холодильник работает. Наверное, не слышно. Но это не важно. И вот они. Они две колодочки. Проверяем, правильно ли я воткнулся. Синий. Никакой реакции и не должно быть. А вот на коричневый. Должна быть реакция шитофаза. Что логично. Ну-ка. Не достаю. Ну и нефига экспериментировать. Просто придётся поверить мне на слово. Что это... О! Достал. Он загорается. Это фаза. Прямо под током. Прямо сейчас. То есть, вот достаточно безопасная конструкция. Значит, приходится с налобным фонариком работать. Вот. Вот всё. 220 вольт у нас зашли. И теперь остаётся разносить. Вот кабель-канал прикрученный. По отвесику. И вот как у нас выглядит. Значит, финальная конструкция вот этого всего дела. Вот он. Вон провод отрезанный. Я, наверное, его и возьму. Его, в принципе, хватает. Раньше было сделано как? Значит, заходит в розетку фаза 0. Берётся фаза. И вот видно, что вот здесь вот была скруточка. Значит, заходит ещё один нолик. И пошёл нолик на все устройства. Вверх, обратно. То есть, вот эти вот три провода вы видели. Ну, это два. И вот там ещё третий. Он сразу отвалился. Сразу отвалился. Потому что он сейчас уже ни к чему не подключен. Вот. Значит, шёл, 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 шёл. И вот сюда на лампочку приходил. Лампочки больше нет. И вот он. Вот. Вот она. Была разводка внутри плафона, так сказать. Внутри установочной лампы. То есть, там нолик. Вот. Вот они, они заходили. Фаза нолик. Тут вот он запитывал вот этим ноликом вторую часть лампочки. Ну, и вот остатки от лампочки. Вон она. Лампочка. И остатки от лампочки. Как бы земляной был в своё время. Ну, и всё. Значит, 220 ввод мы подготовили. А теперь можно готовить полную разводку. Сейчас сразу подключаем розетку. Смотрим, как оно должно быть. Именно. Просто я имею в виду, заводим внутрь. Внутрь. Но не подключаем. И выключатели, соответственно, тоже сразу разводку. И туда наверх. Ну, наверное, надо готовить сразу готовые провода по длине. Ну, сейчас сделаем. И я тут подумал, надо кабель-канал вот так ещё проложить. Проложить, проложить, проложить. До сюда. Примерно вровень получается. Это хорошо. Кабель-канал до сюда доводим. Сюда же как-то прямострячиваем. Наверное, вот тут он внизу висел. Вот на этом вот шурупике. Вверх перевешу. Пускай он висит вверху. Как-то так. Всё. Готовим разводку. Процесс конкретно по разводке покажу дальше. Итак, розетка-выключатель уже запитанный, грубо говоря. Вот висит огрызок кабеля. Тут кабель-канал я подключил уже. Подсоединил на место. Захлопнул. Не весь, правда. Теперь нужно сделать следующую манипуляцию. Нам необходимо тонкий провод. Вот этот. Это будет непосредственно фаза включения. Это вот были те два провода, которые будут идти на выключатель. С выключателя. Вот. Ну и разводка внутри. Внутри розетки. Она очень-очень-очень-очень простая. То есть, вот мы видим, что в розетку заходит 220. Вот они. Ноли фаза. Фаза слева, ноль справа. И вот выключатель. Также просто сделано ответвление фазы. Вот он выключатель, который здесь же устанавливается. Вот так очень просто. Ну и, соответственно, это входной. И вот они выходные. Два выключателя. Вот они вверх включен, вниз выключен. Раз. И готово. Остается только вот этот провод. Вот этот провод. Мы подключаем сюда. Значит, лево-право. Левый и правый выключатель. Это будет две выходных фазы. Главное, после этого их не перепутать. Вот. Соответственно, нам нужно просто протянуть вот этот кабель по кабель-каналу. Вверх туда завести в коробку. Ну и отрезать по длине, сколько будет нужно. Вот и всё. Продолжаем монтаж. Вот он торчит, хвостик. Тут кабель наверх идёт. Вот. Вот и всё. Собственно, разделываем. Подключаем. Радуемся жизнью, так сказать. Разделываем. Стрипера нет. Хотя где-то есть. Всё как всегда у меня. Делаем. Делаем на коленке. На самом деле, такие вещи простые делать не так уж и сложно. Главное желание. И некоторое количество смекалки просто для того, чтобы элементарно, элементарно просто подумать. Несколько минут посидеть, нарисовать схему, посмотреть, как оно, чего, как оно должно быть. Я, собственно, когда у меня спросили, сразу сказал, давай бумажку, давай рисовать, чтобы ты запомнил уже раз и навсегда. Правда, пришлось уже рисовать чуть ли не монтажную схему, чуть ли не цоколь лампочки пришлось рисовать. Ну, цоколь как это, патрон, патрон. Чуть ли не разводку патрона рисовать, чтобы человек не перепутал. Грубо говоря, центральный контакт и вот этот резьбовой, центральный лепесток с резьбой и так далее. То есть, ну, до смешного, конечно. Но, действительно, вот я и подумал, ну, а чего? Ну, если действительно, ничего плохого в этом нет. Я не спорю. Есть люди, которые там прекрасно, там, прекрасные сварщики, там, автомеханики, ещё там чего-нибудь. Но при этом, ну, совершенно не соображают в электрике абсолютно. Для них два провода – это два провода. И всё. Так бывает. Чтобы не перепутать, сделаю-ка я типа неправильный контакт. Это два провода. Это на самом деле две фазы. Вот это две фазы. Фаза 1, фаза 2 для того, чтобы подключить две разные лампочки на два разные выключателя. На входе одна фаза. Одна фаза. По факту это просто размножение фазы. Это всё равно, что сделать два входных, два выходных и так далее. Вот. Но здесь вход 1, выход 2. Так что делаем вот так. Главное – не перепутать потом чего-куда. То есть это не ноль и фаза. Это две фазы. Это важно. Иначе выключатель просто не будет выполнять свою функцию. Он будет либо постоянно включен, либо постоянно выключен. Либо, если перепутать фазу ноль там, то при включении, я имею в виду в распаечной коробке, то при включении любого выключателя будет происходить короткое замыкание и будет постоянно вышибать автоматы. Вот и всё. Ничего другого страшного не произойдёт. Всё готово. Установлено. Установлено. Надёжно. Теперь обратно чуть-чуть вытягиваем этот кабель. Вот он у меня в кабель-канале. Тут проворачиваем как надо, чтобы оно надёжно у нас тут улеглось и не болталось. Всегда делаю с запасиком, стараясь всё. Поэтому иногда приходится этот запасик потом как-то куда-то выбирать. Всё. Вот оно готов. Остается только установить на место основную коробку. Всё. Вход лёгкий, свободный, щелчки чёткие. Это тоже, за этим нужно следить. Если у вас не чёткий щелчок в выключателе, значит что-то не так. Пек. Ну и что? Давайте уже до конца, давайте уже до конца это всё делать. Ну то есть внизу, я не знаю, попадаю я головой в кадр. Ну в общем внизу вы всё видели в розетке. С розеткой мы закончили. Теперь нам нужно сделать ещё одну очень важную и простую манипуляцию кабель-канала. Закрываем насмерть окончательно. Они у нас больше никаким макаром шевелиться не будут. Значит что мы делаем? Мы все необходимые провода... Ой, ой, ой. Не знаю, чтобы у меня тупо стоит. Все провода мы вот вытягиваем. Это у нас с фото выходные. Это выходные две фазы с выключателя. Монтировать необходимо по порядку, чтобы ничего не потерять, не забыть. Ни в коем случае не перепутать, как я уже сказал. Если не перепутаем, ну, совсем конечно ничего страшного не произойдёт. Но короткое замыкание и, соответственно, придётся заново ремонтировать. И ремонтировать. Всё, закрываем кабель-канал, подтягиваемся, вытягиваемся. Да, вроде бы хватает. Хватает. Значит, здесь нам что нужно сделать? Достаем пробочку, протягиваем сюда кабель второй. Внутрь заводим, внутрь коробки. Вытягиваем его изнутри коробки. Вот чем хороша, допустим, в отличие от стальных клемм, которые винтовые латунные трубки и винтиком зажимаются. Чем хороши такие вот клеммные колодки самозажимные? Тем, что они полностью изолированы вот, ну, с внешней стороны. То есть невозможно никак, даже случайно, коснуться там и руками. Допустим, замкнуть и получить 230 вольт действующего напряжения в руку. Вот. Соответственно, можно, конечно, схлопотать. Всё, закрыли, подтянули сюда. Пробочку назад. Кабеля поправляем, чтобы она всё красиво была. Всё, готово. Всё тут у нас надёжненько. Готово. Вот, то есть вот, берусь за фазовый. Ну, вам не очень видно, наверное, вот. Ноль фазы. Всё, можно хоть в рот брать. То есть очень удобно можно на ходу монтировать. Но, конечно, в любом случае, при окончательном соединении, вот когда все провода будут подготовлены, я обязательно отключу электричество, ну, отключу автоматы в обязательном порядке, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. В общем, всегда отключайте. Ну, а так вот, они изолированные, они мне никак не мешают. Так. Теперь, что нам нужно сделать? У нас вот есть два... Вот так вот пропихнуть сюда, чтобы удобнее было. Отличный для меня. Вот так вот. Блин. Хреново. Подгофру взял, тоже не подумал. Надо было брать под кабель канал. Я имею в виду распаячную коробку. Надо было брать под кабель канал, а не под гофру. Потому что эти резиночки, они оттягивают обратно. Не очень удобно. Что делать? Имеем то, что имеем. Всё. И подключаем, соответственно, розетку и тарапы. Главное уже вот здесь, вот здесь. Если вот в тонком проводе значения не имеет, потому что мы точно знаем, что это две фазы, тут главное не попутать, что внешний, внутренний. Ну, если попутали, то элементарно переключиться назад. Это дело трёх секунд. Вот. То вот здесь важно уже не путать, что нолик это нолик, фаза это фаза. То есть вот это питание, освещение и розетки. Главное не перепутать. Разделываем. Разделываем кабель. По-быстрому сейчас разделаем. Подготовим. Будем прикручивать освещение и второй кабель-канал. Я вот подумал, что будет удобно кабель-канал бросить. Ещё один. Пускай будет. Ещё один кабель-канал. К сожалению, у меня нет. Это, кстати, минус. Для работы вот с вот такими колодками очень-очень-очень желательно использовать концевички. Концевички представляют из себя, в общем-то, тоже элементарно. Обычно латунная трубочка или стальная. С винтиком или под обжим. В общем, гильзочка в любом виде крепится на провод вот так вот надели. И у неё такой прочный стальной штырёк. Он очень удобно вот сюда заходит, не допускает контакта. То есть он сделан для вот этих вот фитюлек. Вот. Очень удобно. Рекомендую. А ещё, кстати, на него можно даже подписи делать. Они вот с такими площадочками для подписей. То есть точно ничего не потеряешь, не забудешь. Всё. Две фазы есть. Две фазы есть. Ноль мы будем брать, опять же, отсюда напрямую. То есть вот в дополнение к этому пойдёт ещё один провод. На самом деле пойдёт два. Теперь что мы делаем что? Для того, чтобы довести до ума вот это дело, да? То есть нам нужно вот это, вот это наружное питание. Питание наружного освещения. Вот они они. Ноль и фаза тоже. То есть, чтобы понимать, как оно будет. Одна из... Ну вот ноль, он и останется нулём. Он будет также в колодку включен напрямую. А вот эта фаза можно брать любую вот с тонкого провода. Здесь остаётся просто соединить. Вот. Поэтому я подумал-подумал. Решил оставить. Наверное, вот эту чудовищную скрутку я оставлю. Зажму, конечно, её клеммами. Но вот эти вот просто сам по себе провод я оставлю. А может быть и нет. Может на улицу сейчас вытяну. Кстати, провода почти два метра. Вот. Всё. Итого у меня от всей разводки, вот они они, остались. Фаза, ноль и земля. Причём провода полторашки. Вроде как. Был полторашки, станет ноль пятяшки. Почему ноль пять? Исключение. На розетку и на питание всей системы идёт ноль семьдесят пять. Ноль семьдесят пять достаточно для, в общем-то, всех бытовых нужд, которые могут возникнуть на террасе. То есть, паяльник включить там на улице, что-то быстро запаяться. Ну, какой самый мощный паяльник может быть? Ну, сто ватт. Это чепуха. Вот. Лампочки все. Здесь стоит ватт, наверное, семь, двенадцать. Ну, посвящение терраски, господи, выходная лампочка. Вот. Ну, и на улице там ватт двадцать, светодиодный прожекторчик тоже ватт двадцать. Ну, эта фигня ничего не ест. Поэтому там можно питать всё абсолютно смело проводами ноль пять. Меньше не стоит, да меньше вы и не найдёте. Хотя, конечно, найдёте фактически, но по документам будет ноль пять. Вот берите ноль пять на освещение в квартирах или вот на таких вот небольших участках, где нет гарантированного мощного употребления. То есть, это фонарик какой-то, это не розетки. Фонарики, освещение какие-то там, вот, звонки, что-то такое там. Самый раз, самое оно. Вот это вот годится. Вот этот провод я оставлю. Пригодится ещё мотать балуны киловаттные. Питание есть, розетка запитана, две фазы на выключателе запитаны. Остаётся только подключить два выключателя и установить кабель-канал. Этим и займёмся. Готово. А вот теперь нужно выровнять кабель-канал так, чтобы он, вот, и обрезать. Ага. Сначала ещё прикрутим. Ещё парочку. Да? Ещё парочку. Ещё парочку. В любом патроне существует два контакта. Центральный, на который лампочка ложится пипкой, куда я лампочку делал. Куда-то я её делал. Ладно, неважно. Центральный контакт и контакт на резьбу. Это нулевой контакт. Вот на нулевой контакт и надо подавать ноль. А на центральный нужно подавать, соответственно, фазу. Вот фазу мы сюда и будем подавать. То есть вот этот нулевой провод, если... Ну, я понимаю, что не очень видно, но тем не менее. То есть вот этот идёт вот сюда, на... Чё-то узнает, видно вам, нет? Ну, будем надеяться, что видно. Вот на этот контакт, вот этот. И на резьбу. Это самое правильное включение лампочек. Зачем? Потому что у некоторых возникают какие-то тоже глупые трудности и непонятности. Почему-то светодиодные лампочки выключаешь, а они продолжают гореть. Ну, всё элементарно. Разрывать, потому что надо, во-первых, фазу. Во-вторых, если такое происходит, значит, где-то хреновая земля. Или отсутствует вообще заземление. Ну, и в-третьих, конечно, конец может приходить лампочки. Но, скорее всего, существует где-то утечка в выключателе. То есть фаза продолжает пробегать. Обычно это происходит, если у вас выключатель с подсветкой. Там неоновая лампочка стоит. То есть в любом случае ток всегда присутствует. Такая вот вам информация. Цветодиодные лампочки на это очень чувствительные. А обычные лампы накаливания, вот как раньше ставили, такие выключатели. И всё было хорошо. Вот, соответственно, всё и остаётся хорошо. Если продолжать пользоваться лампами накаливания. Всё, выводим сюда наш плафон. Вот сюда у нас фазы. Здесь фазы. Нужно будет просто одну из фаз вот сюда замкнуть и перекрутить. А вторую фазу на замыкание сюда. Соответственно, вот этот нолик нам необходимо общий. Отправить уже сразу же сюда. Сюда, сюда, вывести его. Видите, и всё собирается в одном месте. В одной распаечной коробке. То есть вот этот нолик мы также подключаем к этому контакту через колодку клеммную. Все они будут сходиться в одном месте. Все нули, все фазы берутся все из одного места. Кроме выключателя, конечно. Всё, свободный провод оставляем. Защищаем две фазы. Если мне память не изменяет, коричневый так и остался внутри. Кажется, я так и сделал. Соответственно, коричневый должен... Коричневый вот этот фазовый. Фаза-фаза, так сказать. Должен уходить дальше на коричневый провод вот этого. То есть на наружнее освещение. Разделываем. Обе фазы. Это обе фазы. Достали, достали. Опкусили лишнее. Разделали. Вот эта фаза-фаза. Хотя её можно было не раздевать. Кого-то колышет. Да и никого-то не колышет. Так. А этот фаза и фаза. Значит, что мы делаем? Вот этот синий на самом деле не ноль. Это фаза от выключателя. Не забываем про это. Так. В принципе, закручиваем. Она готова. Закручиваем. Вставляем. Наверное, лучше будет даже так как-то её подготовить. Ещё дополнительно сложить пополам. Полтик маленький. Так понадёжнее будет. Всё. И закручиваем это дело. Устанавливаем. Да. Сразу. Сразу же. Сразу же. Сразу же. Заведём. 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 Не сторонник я больше скруток. Поэтому сейчас возьмём. Тут уже можно взять обычную клеммочку. Это мой дом. Это моя крепость. Всё должно быть... Ой. Сделано надёжно. Поэтому с некоторых пор я не сторонник абы как. Лишь бы работало. Оно и на скрутке будет работать. Если её пропаять. Ну. В данный момент я предпочту использовать миниатюрную вот эту небезопасную так сказать клемму. Климник. Климник. Поэтому втыкаемся. Чуть подзатягиваемся. Здесь с противоположной стороны тоже заводимся. И обжимаем. Вот на этот контакт подана фаза с выключателя. Вот на этот контакт подан ноль отсюда. Вот отсюда. На наружнее освещение, которое уходит вот по этому проводу дальше. Ноль. Так и остаётся нулю. Оттуда же из общей точки. Фаза вот хорошо по цветам видно. фаза берётся снова отсюда с выключателя. Всё чётко. Просто вот две фазы объединены так сказать в одну жилу. Всё. Устанавливаемся. Устанавливаемся. Устанавливаем установочные изделия. Вот моё установочное изделие. Только их нужно в одну сторону выгнуть. Готово. Удаляем ненужный фрагмент. Таким вот образом. Закладываем внутрь. Раз. Два. Готово. Возьмём вот этот кусочек 220. Заведём внутрь ещё один третий. Это питание звонка отдельно. Что мы имеем? Туда заходит вот этот провод. Пока двухпроводный. И вот этот же провод пойдёт на улицу. Сколько надо. Сколько надо столько отрежу. Что нам нужно сделать? Нам нужно установить разрыв фазы через кнопку фазу вернуть с улицы сюда. мы будем делать там вытяну чуть-чуть. Я думаю вполне получится. Хрен я там вытяну. Трочно и надёжно засела. Ну ладно. Там вытяну. Сюда у нас будет приходить фаза, которую нам нужно будет просто замкнуть. для того чтобы провернуть эту операцию нам необходимо вывести кабель наружу. зацепить. Немного доцепить. 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 готова захочешь что называется сделать красиво и эстетично дешево и практично ни хрена не выйдет синие лента наш выбор хотел вообще-то в термоусадку засадить мы конечно засадим на и что-то оказалось чудовищно мало поэтому как-то по фигу теперь это нужно идти обратно на хрен все лишнее вот это подтянуть виду остается теперь только не эстетично сделано но не подумали почему-то может быть стоило разводку сделать по-другому я имею ввиду в самой схеме почему бы не сделать замыкание отдельно на полевике например и замкнулось идем закручивать кнопку снаружи ну что момент истины все готово значит чем мы имеем прямо сейчас под током находится фаза 0 входные вот этот провод вот он вот заходит вниз уходят 2070 до 20 75 так же на розетку на два выключателя фаза с розетки и выключателей возвращается по двум проводам вот она загогулина не знаю наверно не очень хорошо видно но она возвращается туда и нолик на освещение берется здесь же вот он он толстый тут полторашка а это звоночек вырубаем обязательно вырубаем автоматы включаемся будем надеяться что больше ничего не бабахнет больше включаемся видели свет погас включаемся главное теперь не попутать фазы и нули давайте возьмем нолик который тяжелее крутить сразу воткнем у нас фаза тяжелые включения нолик тяжелый для включения готово теперь чуть полегче которые тоже включаем конечно пропаять залудить просто залудить оконечить так сказать было бы тоже разумно но за неимением времени да и желания в общем то здесь никаких серьезных нагрузок нет ничего страшного абсолютно так нолик как-то поаккуратнее надо вот общий сюда так подвести и вот у нас остается еще один нолик и целых две фазы в свободном доступе так сказать все закрываем крышечку крышечка закрыта все выключатели выключаем производим тестовый пуск надеюсь что ничего не рванет значит первый момент свет включился холодильник заработал все в порядке на розетке на розетке на розетке не знаю правильно это или нет фаза слева будет вам видно не будет фаза вот она фаза есть на нолике нолик на фазе фаза я надеюсь вам видно нет не видно но это неважно следовательно все включено правильно проверяем я перепутал я все таки перепутал то есть внутренний свет вот у меня над головой да то есть чтоб можно было понять вот он робит попробуем звонок раз ушли щелкнул тем выключателем значит все нормально производим проверку горит не горит порядок только перепутанный выключатель но ничего страшного и звонок все с вами был бутылку с если какие-то вопросы остались пишите постараюсь ответить если какие-то замечания тоже пишите если все отлично тем более пишите в комментариях жмите в колокол подписывайтесь бла 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 с вами был бутылку с роман 3 павел леонид николай пока